Сегодня у нас в гостях врач-кардиолог Видновской клинической больницы Юлия Фадюхина. И мы поговорим о том, как не навредить сердцу во время садово-огородных работ. Юлия, здравствуйте. Наступил наконец-то летний сезон, многие поедут на дачу или уже поехали. И те люди, которые ведут обычно малоподвижный образ жизни зимой в холодное время года, сейчас резко начинают что-то делать. Насколько это безопасно? В целом нагрузка на даче на самом деле довольно полезна, если солидать несколько правил безопасности. А так, конечно, это динамическая нагрузка, силовая, работа на свежем воздухе, повышение психоэмоционального фона. Но к даче нужно все-таки готовиться. То есть за пару месяцев уже нужно начинать больше гулять, ходить, делать какую-то зарядку, может выдавать себе силовую нагрузку. Но, конечно, нужно в первую очередь показаться своему врачу перед отъездом на дачу и собрать аптечку. Есть ли какие-то нормы для людей как молодых, так и более пожилых? Сколько времени можно уделять труду на грядках или в работе по хозяйству? Я не могу сказать, что есть какая-то конкретная норма возрастная. Все равно в первую очередь человек должен ориентироваться на свое самочувствие. То есть если вдруг вы почувствовали какую-то немотивированную усталость, слабость, у вас поднялось давление или на вот резко упало, что тоже нехорошо, заломило в груди, это повод сразу приостановить нагрузку. В принципе считается, что вне зависимости в основном от возраста, час в день, ну если не очень хорошо себя чувствовать, полчаса, нагрузка должна присутствовать в жизни любого человека. С рядом заболевания, таких как стенокардия или принесенный инфаркт, да, там нормы более жесткие. То есть человек, который находится на начальном этапе течения заболевания, когда не сильно проявляются эти симптомы, там можно немножко давать нагрузку побольше, поднимать до 10 килограмм, давать какое-то ускорение. Можно опиливать деревья, половать грядки, копать картошку, например, и так далее. А вот если уже более тяжелая фаза заболевания, там уже и вес снижается до 3-5 килограмм. И конечно нагрузка силовая и более быстро она минимизируется. То есть в основном это какие-то минимальные работы по дому, уборка, там полив растений. Вот где-то такого уровня нагрузка. А что касается хронических заболеваний, ну например, сахарный диабет, вот людям с такими заболеваниями на что стоит обращать внимание? Контролировать свое состояние, тем более, если мы говорим о диабете, вот это всегда должен быть контроль сахара. Особенно у тех, кто принимает инсулин. Помните о том, что все ваши заболевания на высокой нагрузке могут обостриться. На высокой нагрузке вы оставили потребность организма в крови, кислороде, в сахаре, растет нагрузка на суставы. Поэтому все свои параметры обязательно отслеживать. Писать, например, дневник. Мерить давление утром и вечером. Мерить сахар. Если есть проблемы с суставами, защищать их. Какие-то наколенники, налокотники, бандажи. Если есть проблемы с венами, обязательно компрессионный трикотаж. А что касается общих рекомендаций для всех, ну например, если в жаркую погоду надо надевать головной убор или что-то вроде того? Да, обязательно. Во-первых, да, я уже сказала, нужно готовиться к даче заранее. Каждый день, все равно, даже если вы уже выехали и втянули, скажем так, работу, мы начинаем от раззарядки. И с приема своих препаратов, если вы принимаете их на постоянной основе. Начинать работу лучше где-то через час-два после того, как вы поели и приняли лекарства. Потому что лекарства должны, ну скажем так, набрать силу. Эффект, когда длится он долго, он развивается не сразу, как вы приняли таблетку. На это нужно время. Полчаса, час. Примерно в этих рамках. Желательно все-таки, чтобы работа проводилась до 11 часов, когда солнце еще не на пике активности. И уже после 16-17 часов. Жаркое время лучше пережать до дома. Но особенно, конечно, это касается людей с хроническими заболеваниями, заболеваниями сердца. Также таким людям следует обращать внимание не только на температуру за окном, но и на атмосферное давление и влажность. Слишком высокая влажность тоже провоцирует подъем давления, учащение пульса, изменяется вязкость крови. Но для того, что на такой погоде, на жаркой и влажной, как у бани, скажем так, можно спокойно, к сожалению, получить сердечный приступ. Да, многие на дачных участках имеют теплицы или парники для того, чтобы выращивать урожай. И скажите, насколько безопасно находиться внутри теплиц или парников долгое время? Здесь как раз мы возвращаемся к атмосфере и влажности, и температуре. По сути, да, в парнике создаются точно такие же условия. Высокая влажность, высокая температура. Поэтому людям, которые страдают заболеванием сердца, желательно долго там, в принципе, не находиться, ну, 15-20 минут. И проветривать помещение, прежде чем вы зашли туда. Иначе вы создаете прекрасные условия для нехватки кислорода и ухудшения своего состояния. Опять-таки, поднимается давление и начинается высокое сердцебиение, при котором можно почувствовать действительно неприятные ощущения в грудной полости. И, наконец, заключительный вопрос. Есть ли категории граждан, кому вообще запрещено, запрещается что-либо делать на даче, а только отдыхать? Конечно, да. Это люди, у которых не так давно были операции. Минимум 3 месяца. Иногда этот период растягивается на год. Это касается, извините, операции на сердце? В том числе и на сердце. Но, в принципе, если вы пережили большую полостную операцию на брюшной полости, замену суставов, это тоже нежелательно, конечно. Нагружаться на даче не стоит в это время. Потом, что еще? Следует отметить, в людей, у которых недавно было обострение заболевания, то есть декомпенсация, нужно все равно время, чтобы прийти в себя. Люди, пережившие сердечный приступ, инфаркт, прединфарктное состояние. И люди, конечно, с тяжелой фазой заболевания, которая, к сожалению, уже не поддается лечению медикаментозному или хирургическому. Большое спасибо, что нашли время и дали нам эту ценную и полезную информацию. Я думаю, что наши зрители теперь будут более подготовлены. Я напомню, что у нас в гостях была Юлия Фадюхина, врач-кардиолог Видновской клинической больницы. Продолжение следует...